С 23 по 28 марта в Омске пройдет второй межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгелема Яковлевича Шпета. О том, как будет проходить сам конкурс, мы поговорим с членом жюри Владимиром Георгиевичем Оксаментовым. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Зарождался конкурс под другим названием 20 лет назад. Столько времени прошло, второй раз всего будет он проходить после того, как ему было присвоено имя нашего прославленного земляка. Что изменилось? Каков теперь формат содержания этого конкурса сейчас? Общий формат вроде бы не изменился, но содержание, конечно, изменилось. Три года назад, когда был конкурс имени Шпета, первый конкурс, добавились более сложные произведения для исполнения как скрипачей, так и виолончелистов. Жюри, в котором участвовали профессоры консерватории, председатель объединенного жюри из Москвы, приглашен доцент консерватории, Московской консерватории имени Чайковского, Кирилл Владимирович Родин. Это человек, который не просто является доцентом одного из лучших учебных заведений России, а заслуженный артист России, и не просто таких тоже много артистов. Но это артист, востребованный во всем мире. Владимир Георгиевич, наверняка с годами меняется и состав участников. Растет ли мастерство конкурсантов, и как вы бы его оценили? Прогресс этот? Да, конкурс для Амичей будет очень жесткий в этом году. Потому что великолепные заявленные исполнители из Москвы, из Астаны, из Новосибирска, из Красноярска, из Барнаула. Очень сильный состав приезжает, поэтому борьба будет довольно сложная. Если сравнивать с тем, что было три года назад, то есть мастерство значительно возрастет участников. Да, вырастает. Растет. География тоже растет? Вот как меняется состав участников? География. Ну, три года назад четыре города участвовали, сейчас 13 городов. Так, была одна страна, а теперь две страны. Поэтому популярность этого конкурса растет. Для юных скрипачей, приезжающих в Омск из других регионов, это престижно? Это гордость участвовать в нем? Ну, получается, да, для скрипачей и велончелистов, подчеркиваю. Это довольно престижно, потому что тут, ну, во-первых, когда заявлено жюри такого ранга, педагоги, которые готовятся у учеников, они ориентируются часто на состав жюри. И, в общем, чем сложнее конкурс, тем почетнее звание лауреата этого конкурса. Ну, и потом, это уникальное явление, по-моему, для сибирских городов. Омский симфонический оркестр участвует в этом конкурсе. Он играет с лауреатами на гранд, на заключительном концерте, на галоконцерте. То есть для юных дрований это прям такой бонус, можно сказать? Да. Это тоже здорово, когда юный музыкант, скрипач, велончелист, имеет возможность играть с симфоническим оркестром. Вот вы уже сказали про ту возможность, которую ребята получат, сыграв лауреаты вместе с симфоническим оркестром. А если говорить вообще в целом, вот и победителям, и вообще участникам этот конкурс что дает? Ну, это конкурс юных называется, скрипач, велончелистов. Как правило, они, немножко вырастая, они начинают участвовать во взрослых конкурсах. Это большой опыт. Это такой хороший старт. Это опыт большой. Ну, вот лично вы от проведения этого конкурса чего ждете? Открытие новых звездочек каких-то или... Но это всегда ожидается, потому что, хоть я вот уже сказал, что примерно знаю, какой уровень, но все равно неожиданности, они бывают и должны быть в этих конкурсах. И в этом прелесть всегда соревнования. Ну, потом я и сам как педагог, я ученика готовлю, выпускаю на этот конкурс. Волнуетесь? Волнуетесь? Или уверены в нем? Устал волноваться. А в целом, если вот говорить об омских участниках, да, на нашей школе, что можете сказать, как оцените? Ну вот, если, может быть, сравнить с теми, кто приедет, вы это наверняка знаете. Есть шанс побороться. Вот так вот. Да. Аккуратно. Да, аккуратно. Спасибо большое, что... Вам спасибо. ...что пришли к нам в студию, ответили на эти вопросы. А я напомню, что в этой студии мы говорили с Владимиром Георгиевичем Оксаментовым, членом жюри второго межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виланчелистов имени Вильгельма Яковлевича Шпета. Редактор субтитров А.Семкин